Эмма? Эмма, Эмма, Эмма! Куда она подевалась? Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в The Beast Inside. У нас на очереди подвальные приключения, где мы вместе с мистером Труппом будем тусить в подвале и пытаться из него выбраться. Судя по всему, игра теперь будет совмещаться. То есть, да, стрёмные моменты будут совмещаться с нестрёмными, шпионскими. Я на дне какого-то стрёмного колодца. Как мне отсюда выбраться? Нож. Прекрасно. Они же специально мне его положили, да? Они хотят, чтобы я выбрался. Они хотят, чтобы я прошёл этот путь. О, блин. Давай-давай, режь. Хорошо. Я так понимаю, нам нужно... Воссоединение семьи? Нам нужно каким-то образом... Отлично. Отличный бросок, Евгений. Оп. И как я... Погодите, нет. Так, не знаю. А, так нельзя, так. А, вот. Зажали, хоп. Камень исчез. И появился здесь, да? Пробуем и снова. Чёрт. Не получилось. Ладно, сейчас будет нормально. Чуть выше надо брать. Хорошо. Хорошо. Всё. Всё, выбираемся отсюда. Спасибо, мистер Труп, за компанию. Было очень весело. Сейчас кого-то увидим, да? Здесь не могу смотреть. Сейчас зал ногу схватит. Блин, доска сейчас сломается. Пожалуйста. А, пронесло. Так если мы и так зацепились? Мы могли вообще забить на... Эту штуку, цепочку. Так бы выбирались. Где мы? И тут мы в The Forest попадаем. Там что-то лежит. Да, всё. С трём слился воедино. Что это? Это от машины? А, нет. Это от наручников, получается. Нужно поскорее вернуться к Эмме. Что это? А. Вон та самая хижина, в которой я был. Всё тут закрыто. Не знаю, нужно ли нам это будет или нет. Но ладно. Будем считать, что нет. Пойдёмте осматривать местность. Нам нужно найти способ выбраться из этой местности. Возможно, это вот сюда. Да, у меня же есть нож. Есть. Слышите? Как будто кто-то нас преследует. А у нас карта-то есть? Нет карты. Насколько далеко я дома? Вот опять. Что это? Слышим. Куда? Налево-направо? Эмма дома одна. Нужно поскорей к ней вернуться. Сюда пойдём. Окей. Тут что-то есть виселица. По крайней мере, так выглядит. Это что? Тупик? А, опять! А, здесь тупик. Всё. Зря мы сюда попёрли. Какие-то просто звуки. Не обращаю внимания, потому что это не опасность. Это иллюзия опасности. Я не поведусь. Кто так предусмотрительно покрасил эти доски в белый, чтобы я знал, что их можно сломать? Воу! Вроде. А, хорошо. Всё нормально. Я очень хочу спасти. Так, фаер-вотч, тауэр. Церковь... Эээ... Часовня. Башня. Вышка. Соп! Нам сюда надо. К этому фонарику. Не зря он тут валяется. Нусь. Почему? Ладно. Сохранялка. Чекпоинт. Побережье. Хиллсайд. Отель. В ту сторону. Башня в ту сторону. Окей. Здесь мы никак не пройдём. Надо сюда, через мост. Здесь пройдёт маньяка и оставил жену одну дома. Надеюсь, что с ней всё хорошо. А, собственно, вот. Это тот самый мост, значит, мы уже... Дом... Да, дом. Эмма? Эмма, Эмма, Эмма! Куда она подевалась? Эмма. Она была в кабинете у меня. Где мой кабинет? Мой кабинет... Здесь. Ты сидела здесь. Тебя здесь нету. Найн. Эмма. Эмма. Ты наверху? Ты в душе? Кто-то здесь спал. Что за звуки? Это я стул задеваю, видимо. Эмма! Эмма, я боюсь. Что-то здесь... Что-то здесь... Что-то здесь никого нет. Он бы тут? Фак! Хорошо, куда же мне? Куда же мне? Куда же мне? Опа! Эта комната всегда была закрыта раньше. Ой, ты здесь? Эмма. Он снова приходил. На этот раз... Погоди, что с тобой стряслось? Я... Подскользнулся и упал в ручей. Все в порядке. Он вернулся, понимаешь? Он все никак не оставит нас в покое. И телефон не работает. Может, он перерезал провода? Главное, что он не причинил тебе вреда. Но он мог. Смотри, что я нашла. Боже. Прости. Нельзя было оставлять тебя одну. Что-то было написано. Остановись, пока ты можешь. Ты встретился с шерифом? Он... Нет, мы разминулись. Я... Но я нашел телеграмму. И представь себе дневник, о котором я тебе рассказывал. Дневник? Дневник Николаса. С его помощью я смогу их расшифровать. Осталось только найти недостающие страницы, и тогда... Опять это свое. Нас хотят убить, а тебя волнует только работа. Почему ты совсем не думаешь обо мне? И о нашем ребенке? Я думаю постоянно. Тогда придумай, как обеспечить нашу безопасность. Сейчас же. Скоро все закончится, обещаю. Ну хорошо, она жива. Все нормально. Я орал. В доме. Почему ты не отвечала мне? Эмма вся на взводе. Ей бы успокоиться. Нужно узнать, чем там занимался шериф. К счастью, ключи от его машины у меня. Так это все-таки более ключи от машины его. Записочку оставили. Секундочку. Полицейский отчет. Представилась как Эмма Стивенсон и сообщила, что пока ее мужа не было дома, неизвестный злоумышленник проник на территорию ее дома и проколал шины автомобиля мистера и миссис Стивенсон. Предпринятые действия. Я прибыл на место происшествия в 1703. После предварительного осмотра я смогу с уверенностью подтвердить, что шины автомобиля мистера и миссис Стивенсон действительно были проколоты острым предметом. Отпечатки обуви на грязи говорят о том, что вероятно преступником был мужчина. Я поговорю с владельцем и продолжу рассмотр, после чего изложу свои выводы о докладе. Он так и успел... Он так и успел написать тот доклад, но... А тот же человек, что превратил нашу жизнь в ад, отправился... Отправил его в иной мир. Вот черт. Тут говорится о тех же событиях, о которых Николас писал в своем дневнике. Выходит, он ничего не придумал и не приукрасил. Жаль, что я узнал об этих легендах только после переезда. Приезда, точнее. Дополнительные комментарии. У дома семьи Стивенсонов довольно колоритная история. В 50-х годах 19 века в шахте неподалеку произошел несчастный случай. Как минимум, несколько человек пропало примерно в тех же местах. Когда было найдено тело одного из пропавших, обвинения пали на некого Джейкоба Хайда, совладельца шахты, жившего именно в этом доме. Тела других пропавших нашли спустя много лет, из-за чего эти места с тех пор окружают множество мрачных легенд. Убийца так и не был задержан. Хорошо, давайте залезем внутрь машины. Смотреть. Зачем он охранял эту зажигалку? Это вообще был настоящий полицейский или просто ряженый шериф? Смотрите. Двухглава орел, да? И Ленин, получается. Так. В общем, я сначала не обратил внимания, что это правда Ленин. Хорошо. Хорошо. Я не могу это... Могу вращать. Могу бросить. Все в шапу. А это что? В конце 19 века семья Хайдов юридически изменила фамилию на Стивенссон, чтобы перестать быть причастными к обвинениям против Джейкоба Хайда. Что? Я что, должен поверить, что мы и Хайда одна семья? Предполнейший. Мне бы рассказали такие подробности нашей биографии, так ведь? Да-да, рассказали бы, будь это правдой. А это неправда, а это ахинея, выдуманная шерифом. Он хотел меня подставить. Залезь мне в голову! Он вообще шериф? Слушай, я не понимаю, что происходит. Такой паранойик говорит уже. Значит, полиция подозревала Джейкоба Хайда в убийстве Джена Нортона, а сына Хайда Николаса отправили в психиатрическую лечебницу. В своем дневнике он напоминал о десятых годах вдали от дома. О десяти годах вдали от дома. Выходит, все это время он проходил лечение. Отчет шерифа. Так, подробности. Ночь с субботы и сентября... Ой, и сентября, 11 сентября. В офис шерифа в Уиндхеме поступило сообщение от уборщика гостиницы Hillside Inn Чарльза Грейди. Мистер Грейди сообщил о раненом мужчине, пришедшем в гостиницу. Мистер Грейди, это интересная отсылка к сиянию? Предпринятые действия. Прибыв на место происшествия, ниже подписавшийся помощник шерифа Дэниел Пленвью констатировал смерть упомянутого выше мужчины. Умершим оказался Джон Нортон, пропавший две недели назад. Смерть наступила от потери крови. Мужчине был нанесен удар острым предметом, вероятно, ножом в области шеи. Удар пришелся в артерию. Также на теле были обнаружены множественные порезы, рваные раны и ожоги. Некоторые успели частично зажить. В ходе осмотра, место происшествия было установлено, что мужчина добрался до Хиллсайд-Инн по лесной дороге и из поместья на другой стороне реки. Поместье принадлежит владельцу шахты и этой гостинице, Джейкобу Хайду. Подозреваемого дома не оказалось. Судя по всему, он покинул поместье в спешке. Настоящая тайна преступлений в Блэкстоне. В конце 19 века Хайды сменили фамилию и стали Стивенсами, дабы не ассоциировать себя с Джейкобом Хайдом. Эта статуя выглядит знакомо, но я никак не припомню, где я ее видел. Точно где-то в доме. Дополнительные комментарии. В ходе обыска поместья Хайдов, шериф и его помощник обнаружили тайную комнату над кабинетом. В этом темном помещении лежал несовершеннолетний сын Джейкоба, Николас. Он съезжался на полу и ни на что не реагировал. Установить контакт с ним не удалось. Возможно, он впал в ступор в результате жестокого обращения. Юный Хайд был помещен под присмотр психиатров, которые определяют направление его лечения. Определят. Шериф выдал ордер на поимку находящегося в бегах Джейкоба Хайда. Награда составляет 500 баксов. Еще один секрет. Пытаяная комната в нашем доме? Надо посмотреть, что в ней есть. Этот урод мог там прятаться, когда мы переехали. Почему я раньше не знал? Если не ошибаюсь, то в моем кабинете была эта статуя. Черт, я ошибаюсь. Пытаяная комната. Должна быть здесь. Осталось только вставить диск. Ага. Вот сюда. О, позрасти. Часть текста невидимая. Как мне ее прочитать? Ночью грянувшие днем обдумают. Ночью грянувшие днем обдумают. В тени скрытый свет раскроет. Но я понял, что это взять. Что это? Тут ничего. В тени. Да? В тени скрытый свет раскроет. Значит, нам нужно включить лампу. А как? Вот. 1 8-6-4-A-D 10-8-6-4-A-D Эйди. Вот так. Оу. Эй. Есть. Ух ты, что-то новенькое. Похоже, это даты. Каждая относится к какой-то букве. Значит. Си. Ага. Хорошо. 1773-й Си. Так. А, нет. Стоп. 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 Вот это Си. А здесь мы должны выставить. Получается. Вот сюда ставим. Вот так. А уже нельзя, получается, крутить. Смотрите, как сделали. Только можно вот это крутить. Ну да. Хорошо. И. Получается. 1823-й. 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 Получается... Стоп. Нет. Должен быть. Должен быть. Должен быть. Вот здесь. Соответственно. Её надо вот сюда. Должен быть. Должен быть. Надеюсь, я правильно делаю. Должен быть. 1410-й. Окей. 1410-й. Это вот. И Н. Ну, получается. Оу. 1307-й. 1307-й. А, какая буква-то? Я что-то не посмотрел. Ди. 1307-й. Ди. Ай. 1791-й. 1791-й. 91-й. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Получается. С. Ой, надеюсь, это правильно. И 966-й. Ай. 966-й. м есть бинга здорово придумано николас что это это не простая побрякушка похоже можно куда-то вставить может быть себя в задницу осталось только поставить я яблочек хочу про что-то забираем поставить в потайную комнату потайная комната а где она где 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 стоп вот это на комнату нашим нужно проверить ой чуть по башке не заехала мне что-то прокрутое место что значит все эти слова символы свой всего чего не видели окно вот это и никогда не задавались вопросом что это за окно чё за бред ладно уже ты пары убийцы фальсификаторы монстры садисты он и я я хожу в дальние путешествия не двигаясь человек-зверь у всех кого встречал есть два лица одно человеческое а другое звериное мы оба видели через дырку в стене что отец сделал с той дамой нет ничего увлекательнее чем охота на опасную дичь опа ангелок что должен здесь найти для бар в жопу вот боже отец запирал николаса в темной комнате и морально издевался над ним хорошо что он был не один но почему о другом мальчике так мало написано тут даже не указано его имя 22 декабря 49 года я столько раз извинялся но сейчас говорит что без наказания ничего не пойму я все спрашивал папа зачем ты делаешь мне больно он покраснел от злости и сказал зачем ты продолжаешь делать больно нам 3 января 50-й год нет ничего хуже темноты ненавижу ее меня больше ничто так не пугает я не знаю в чем ошибся на этот раз может и в чем может ошибка была мое рождение думаю отец хочет от меня избавиться не потому что я сделал что-то не так дело во мне самом он просто не хочет чтобы я был в его жизни я ему мешаю чем еще может быть причина в том что я забрал его карандаш которым пишу когда через щели проходит немного хоть немного света я правда не знаю 24 марта 50-го года мне приснилось что я носился по гостинице голым и кричал на гостей как безумец они меня боялись взрослые обоялись это был всего лишь сон на самом деле страшно мне я разбил тарелку с едой и остался без ужина отец рисует что я сделал это специально я ничего не делаю специально у меня трясутся руки не могу больше писать 15 мая есть здесь не один он тоже бродит по дому не знаю нравится мне это или нет он не разговаривает только улыбается а я смотрю в пол и молчу стрёмно 6 июня он хорошо ко мне относится не так как думал по крайней мере теперь я хожу по лесам не один нельзя говорить отцу а не то он рассердится сегодня 11 августа сегодня все как всегда шкаф и темнота но на этот раз он со мной я сказал ему что хорошо себя вел и ни в чем не виноват это все отец и остальные папаша запирает меня потому что стыдится он бы только обрадовался если бы я вообще не родился или был кем-то другим сначала мне не поверил но потом сказал что я прав еще он сказал чтобы я не волновался и набрался терпения и что все будет хорошо я ответил что все уже уже хорошо потому что мы больше никогда не останемся одни 23 сентября сентября я уже не маленький я не обязан слушаться отца только потому что он больше и старше я умный у меня в голове много всяких идей я рассказал ему о них пока мы сидели вдвоем в темноте он сказал что я болен ну и что может я и болен из-за того что со мной сделал этот мир ночью мы пойдем в лес охотятся на опасность зверей 2 октября он ушел спать я сижу один папаша привел в гостиницу новую шлюху думает никто не заметит я видел как уайт хит плюнул в лицо шахтеру я сжал кулаки представлял как превращая в кровавое месиво 7 октября он ничего не знает о моих планах но осталось всего пару дней скоро я ему расскажу я знаю где папаша держит пороховые бочки ох и веселье начнется когда мы выберемся из этого сраного шкафа я попросил дамочку из гостиницы показать нема свою прелесть она рассказала папаше и перепутала меня с н николасом получается теперь мы оба тут гнием я должен был убить эту лявру лярву за первого слова слышу такие как она просто бесполезный мусор ненавижу этот говеный шкаф хочу разломать его на кусочки знаю еще одно похожее местечко да она вообще ничем не отличается темно холодно похоже на ад оно должно сгореть если мы хотим чтобы наши страдания закончились я всегда говорил ли люди лишь сраный сблев на полу как жестко это все это все обыскать комнатой а вот еще нет мужчина в маске теперь я знаю кто он такой а нет вот это пришло еду сейчас будет новый чептер открыть дверь в дом зик кто-то за дверью нет никого удах фокк уячит 2 гудок бам 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 хорошо хорошо Мужчина в маске, я знаю кто он такой Понял, когда он снова пришел мне на помощь Это мой отец Когда детектив умер, он превратился в ледяного призрака Который меня чуть не убил Холод пронзил мои руки и лицо Сосульки стремились к моему сердцу Но отец, спрятанный под маской и цилиндром Вновь меня спас Он появляется и исчезает, словно призрак Значит он мертв, как и все остальные Как он умудряется защитить меня И защищать меня из могилы Не понимаю, почему Не узнал его сразу по одежде и цилиндру Но он отравлял мое существование, пока был жив Зачем он помогает мне сейчас Чем больше я знаю, тем меньше понимаю Окей, я думаю на этом Мы с вами закончим и посмотрим, что будет дальше В следующей серии, надеюсь, что вам Зашло, если так, то обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на канал, ставьте, пойдите в группу ВК, это Будет все в описании, также Ссылки на другие плейлисты будут в описании Если вдруг вам зашло, как я играю Вам зайдет другие мои прохождения С вами был Юджин, люблю вас всех И конечно же 5 напоследок, вы готовы? Раз, два, три, пять!